Мужчинские конкурсы пригожостей мают значно больше теплую историю проведения, чем же ночи, и, конечно, выкликают меньше резонанс. Мистера Беларусь, например, выбирают с 2014 года, а в Гомеле самого пригожего мужчину сегодня выберут в шестый раз. Зрешта от удельников чекают не только молодости и привабности, но и физичной силы, розума и знаходливости. До удела в конкурсе запрошали полнолетних хлопцев ростом не меньше за 180 см. А лея, как означают члены журы, в это перш за все конкурс сярода особ, а не сярод моделев. На протягу месяца под рыхтовки до финального шоу хлопцы наведывали тренажерную залу, гуляли с выхованцами детского дома и удельничали у интеллектуальным поединку. Все это для того, как показать разнобаковость и шматгранность кожного зудельников. Для меня конкурс красоты мужской, либо мистер Беларусь, даже не красоты, а именно мистер, это результат не одного какого-то времени ежесекундного, а это в принципе образ жизни, который человек вел до этого. То есть он шел к этому, он занимался тем же самым спортом, он смотрел за собой, он получал какое-то образование. И это, наверное, основное. А сам конкурс – это как подвезение итогов, то есть маленький результат того, чего он достиг. Финальное шоу продолжалось две годины и складалось из пяти выходов. Подчас визитовки удельники представляли себе и отказывали на питание ведущей. У якости хатняга задания каждый из хлопцев подрыхтовал властный образ и оригинальный выход, який его характеризует. А кроме того, глядачы убачили два дефиле и танцевальный номер. Музыка Вице-містером и містером спорт. Названий магистрант ГДУ имя Франциска Скарин и Михаил Вирскі. Містер глядацких симпати, актер або драмтеатра Михаил Гришачкин. Містер популярность – ведущий менеджер приватной компании Максим Гурман. Титул «Мистер Гомель-2017» и «Морский круиз по Европе» отримал 23-годовый инженер Ягор Лёгоньки. Держаться молодцом, немножко нервничать и стихи рассказывать, как оказалось.